Мир – это очень странное место. Не все в нем имеет смысл, не все в нем миленькое и пушистенькое. И знаете, слава богу, ведь наш мир станет куда скучнее без странностей. Вы со мной согласны? И сегодня я вам покажу самые неудобные и противоречивые находки в истории. Поехали! Древнеримский меч в Северной Америке. У побережья острова Оук в Северной Америке найдены обломки корабля. Предположительно римского, а внутри обломков римский церемониальный меч в хорошем состоянии. Меч был обнаружен рыбаками несколько десятилетий назад. Но человек, нашедший меч, и его сын хранили находку в тайне. Они опасались наказания. В Новой Шотландии действуют строгие законы в отношении присваивающих сокровища затонувших кораблей. О мече недавно рассказал родственник этого рыбака после его смерти. Так меч попал к ученым. Скептики считают, что древний меч упал в море с корабля более современной эпохи. А вот специалисты привели доказательства в поддержку гипотезы, что меч оказался на острове тысячу лет назад, и что римляне побывали в Америке на тысячу лет раньше Колумба. На стенах пещер в Новой Шотландии есть рисунки, сделанные микмаками. Это коренные народы. По мнению ученых, на них изображены римские солдаты с мечами и римские корабли. В микманском языке есть 50 терминов, использовавшихся римскими моряками. На острове Оук в Галифакте растет берберис вульгарис – инвазивное растение, которое римляне использовали в качестве приправы и для профилактики цинги во время морских путешествий. А еще на территории недалеко от острова Оук найдены римские монеты из Карфагена. Смотрите дальше, и вы узнаете, какой предмет удалось сделать римским мастерам с помощью нанотехнологий, которые невозможно повторить даже сегодня. Самая загадочная лодка в мире Остров Буве лежит в удаленном уголке, вечно охваченном штормами Южного океана. Это самая изолированная на планете точка. С островом связана одна из самых загадочных находок мореплавания, который когда-либо преподносил людям океан. В 1964 году два судна из ЮАР стали на его рейде. Мореплаватели с помощью вертолета попробовали высадиться на остров. Спустя пару минут после высадки люди обнаружили на острове заброшенную шлюпку. На шлюпке отсутствовали какие-либо опознавательные знаки, так что определить ее принадлежность не представлялось возможным – ни имени, ни приписки. Также недалеко от шлюпки были найдены два весла – бочка из-под питьевой воды и медный бак приличных размеров. Моряки сделали предположение о кораблекрушении, но осмотр ближайших окрестностей не дал результатов. Признаков остатков временных укрытий или человеческих останков не было обнаружено. С тех пор выдвигались самые различные версии происхождения шлюпки на острове Буве, каждая из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Самой популярной из них является версия естественного происхождения. Всем известно, что за многие сотни лет освоения океана даже такие гигантские морские просторы довольно сильно загрязнены мусором техногенного происхождения, и потерявшаяся в морских просторах шлюпка – довольно банальная находка. А значит, все, что нужно для появления шлюпки на берегу острова – это время и удачное стечение обстоятельств. Загадочное каменное яйцо озера Униписоки В 1872 году строители копали яму для забора недалеко от берега озера Униписоки в Новой Англии, США. Они обнаружили каменный объект в форме яйца. Назвали его «таинственный камень», потому что артефакт остался полной загадкой для науки. Любители и профессионалы предлагали самые различные теории о происхождении каменного яйца, но так и по сей день нет единодушного мнения. Назначение этого яйца до сих пор неизвестно. Вырезано оно из кварцита – очень твердый камень, в высоту 10 см, в ширину 6 см, весит 510 г. Поверхность яйца очень ровно обработана, и на ней нанесены разнообразные рисунки и символы. Также в верхней и нижней части яйца есть очень маленькие отверстия, которые технологически могли быть выполнены сверлами, но только не в доколумбовскую эпоху, а не раньше 19-20 веков. По стилю обработки камня также оказалось невозможно определить, к какой культуре оно относится. Дело в том, что ничего подобного в новом свете до сих пор не найдено. Этот стиль обработки камней рисунков не особо похож ни на стиль альмеков, ни на инков, ацтеков и прочих доколумбовых цивилизаций. Скелет пришельца в пещере Атакама В октябре 2003 года собиратель артефактов индейской истории по имени Оскар Муниес исследовал заброшенный чилийский городок Ла Нория в пустыне Атакама. Он обнаружил сверток с маленькой человекоподобной мумией. Ее длина составляла около 15 см. Внешне находка имела неплохую сохранность, присутствовали даже твердые зубы. В глаза бросались две необычные особенности. Во-первых, это всего 9 пар ребер, в отличие от 12 обычных для человека. Во-вторых, что более примечательно, сильно удлиненный череп мумии. Яйцеголовость придавала сходство с классическим киноинопланетянином. По этой же причине находка была названа гуманоидом Атакамы. Скептики утверждают, что это муляж, все это подтасовка фактов, хотя томография показала, что это реальное тело реального существа. Мнения среди исследователей также разошлись. Но существуют гипотезы, что, возможно, тело принадлежит обезьяне маленького размера, или что это тело человеческого зародыша на позднем сроке беременности. Тело умершей 300 лет назад девочки, которая открывает глаза. Если смотреть на видео, которое снимал прихожанин кафедрального собора Гвадалахары, расположенного в Мексике, то можно утвердительно сказать, что святая Иносентия открывала глаза. История этой святой очень трагическая. Девушка Иносентия в совсем юном возрасте была очень верующей и самостоятельно приняла решение принять католическую веру, а также пойти учиться в католическую школу. Но отец девушки не хотел этого и жестоко покарал Иносентию за это. После смерти Иносентии католическая церковь причислила ее к лику святых и разместила мощи девушки в кафедральном соборе Гвадалахары. Это второй по населению город Мексики. В один из дней произошло чудо. Святая Иносентия открыла глаза и посмотрела на паломника, и так оказалось, что он смог сфотографировать и снять это чудо на видео. Никто не знает смысл этого действия, но предположу, что это к добру и является хорошим предзнаменованием для Мексики. Ковчег Ноя был пирамидой. Ученые постоянно пытаются найти доказательства Великого потопа, существования Ноя и ковчега, который стал вместилищем для начала новой жизни на Земле. Недавно были найдены новые свидетельства того, что Ной мог быть фараоном, а ковчег – пирамидой. Около полувека назад были найдены 8 свитков в пещере Кумран, которые находятся недалеко от Мертвого моря. Свитки были обнаружены пастухом, и в них содержатся древние истории, способные пролить свет на некоторые детали из прошлого. Благодаря современным технологиям световых волн, ученым удалось обнаружить, что ковчег Ноя мог иметь форму пирамиды, и на это указывает слово в одном из свитков. Кроме того, эксперты указывают на септуагинту, который является греческим вариантом Библии и в которой ковчег представлен в форме пирамиды. Эти данные могут доказывать, что Ной был фараоном из Египта, резюмируют ученые. Строительство пирамид фараонами в Древнем Египте было обычной практикой, и вполне возможно, что Ной мог быть одним из них. Свитки Мертвого моря изучены не до конца, и есть вероятность того, что в будущем будет больше подробностей и доказательств о реальности Великого потопа и существовании Ноя и его ковчега. Римская чаша, сделанная с помощью нанотехнологий. В британском музее хранится очень красивый древний экспонат, римский кубок Ликурга. Знаменит он своими необычными оптическими свойствами. При обычном освещении кубок кажется желтовато-зеленым, а в проходящем свете приобретает глубокий винно-красный оттенок. Лишь в 1990 году ученым удалось раскрыть секрет этих его уникальных свойств. Используя электронный микроскоп, они наконец догадались, что все дело в особом составе стекла, из которого кубок сделан. На миллион частиц этого стекла приходилось 330 частиц серебра и 40 золот. Причем содержащиеся в стекле серебро и золото имели размеры наночастиц. Только в этом случае стекло обладает способностью менять цвет, которое и наблюдается. Конечно, сразу возникает вопрос, как древние античные мастера смогли выполнить работу в буквальном смысле на молекулярном уровне, требующую как сложнейшего оборудования, так и высочайший уровень технологий. При этом достичь уровня древних мастеров, изготовивших этот кубок, ученым не удалось. Чувствительность пластины оказалась в 100 раз ниже, чем у кубка. Друзья, ни для кого не секрет, что Ютуб отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Ну что, дорогие зрители, вот и ваш выход. Давайте строить предположения. Как же так получилось у древних ученых создать такой невероятный кубок? Это просто какая-то случайность? Или все-таки супертехнологии инопланетного характера? Или других каких-то суперрас? Пишите об этом в комментариях, будет интересно почитать. Не забывайте подписаться на канал. Естественно, поставить большущий палец вверх, если вам понравилось видео. И когда оно закончится, посмотреть другое. Пока!